Здарова, геймеры! С вами Мавик, играем ходячие мертвецы. Продолжаем играть. У нас вечеринка намечена. На вечер перед тем, как будем устраивать налет на рейдеров. Итак, вот, файмы тебе принесли, что надо. Ого, это круто! Мы тут музыку, всякие штыкоины готовим, сейчас будет у нас кайповая вечеринка. Так, повеселимся напоследок. Музыка? А ты будешь всю ночь играть на пианино? И я даже не знаю... Ну, в общем, я хочу вас просто развлечь. Подсветка задаст этой вечеринке подходящее настроение. Я никак не могу решиться, какой цвет выбрать. Красный, зеленый, зеленый, успокаивающий. Слушайте, вообще все цвета надо зажечь. Давайте добавим этому месту зеленого. Похоже, будет завтра. Мы призовем этих лепреконов. Сразу скажу, чтобы объяснить, кто такие лепреконы. Это такие злобные существа. Будет сделано. Смотри, поворачиваешь этот рычажок, играет музыка. Какая захочешь. Ну что же значит, как... Ну как? Ну, понятия не имею. Слушайте, давайте включим. Мы вытащили старый граммофон. Директора. Кантри, классика, джаз. Давайте джаз. У вас есть хорошие джаз-пластинки? О да, наш старый учитель по музыке любил такое. А какой-то рэпчик на пластинках... Выпускает вообще на пластинках рэп? А что такое джаз? Ты не прав... Что ты не прав? Джаз это очень крутая музыка. Давайте запускаем. Мы просто потриндеть. Выбрать рисунки АйДжея. Что там насчет вечеринки? Выберем рисунки, которые будут вдохновлять всех. А что напишем? Напишем, мы спасем друзей. Коротко и ясно. Мы спасем друзей. Вот так вот будем писать на плакатах. Подписываюсь под каждым твоим словом. Мне нравится. Попросим Тэна написать этот девиз одной из этих... Из его кистей. Я думаю, фест будет что надо. Что фестиваль, фест? Вечеринка. Вечеринка Удацила. Дома. Гуляйте. Помните, кто такой Удацил? Кстати, Вилли просил тебя зайти. Он в кабине Марлона сказал, что... Кабине? Кабинете Марлона. Что-то тебе хочет показать. Малыш никогда музыки не слышал. Ну понятно, он родился уже в том мире, который... Вернее, не в том старом мире, а в новом мире. Ужасно. Привет, Клэм. Смотри, я нашел кучу книг про корабли. Здесь много потрясающего про пожары на кораблях, взрывы и всякое такое. Все сводится к котлу. О чем это ты? Я придумал, как можно отвадить этих подонков от нашей школы после того, как мы спасем наших. Чтобы они больше никому не навредили. Мы взорвем лодку. Это единственный способ не дать им вернуться. Я не хочу огорчать тебя, но вообще-то... Мы можем спасти друзей, но можем также и погубить всех наших. Что? Нет, в смысле да, нужно разобраться еще кое с чем. Но ты не волнуйся. Я позабочусь о тем, чтобы вы успели покинуть лодку, прежде чем она взорвется. Поверь, когда эта штука рванет, нам всем сразу станет полегче. Ладно, всем приготовиться к вечеринке. Эй, да, Клем, прости за тот случай, что там обижал Тэна, Эй Джей был прав. Я не собирался так злиться, знаю... Он не виноват. Это очень мило, Вилли. Но скажи это Тэну, а не мне. Такая старая вечериночка. Ну, подходит подстать под всей этой атмосферой. Чел, никогда не танцевал, а уже танцует. Ха-ха-ха, круто. У него, правда, руки как крюки, но все равно. Необычно и круто. Давай, милашка, потанцуем. Я принес тебе бомбу. Давай вместе взорвем. Ух ты, Руби, как круто. Спасибо, дружище, без тебя бы я не справилась, но подожди, пока не увидим все, что я запланировала. Иди тусуйся и скажи, когда будет пора. Я вам всем подам чай заваренный. Пожалуй, пообщаюсь. Так, смотрю, вы сработались? Да, Вилли попросил меня помочь ему с его особой затеей. Я правда рада это слышать. Она готова? Готова, Клем. Как никогда. Она сработает. Это бомба. Вообще-то, я подумал, может нам ее как-нибудь назвать? Ну, что-нибудь прикольное. Ну, в смысле, я считаю, что она заслуживает имя бомба. У всех лучших бомб есть имена. Да, нужно обязательно ее как-то назвать. Я думал, ты будешь смеяться надомой. Точно, давай, дадим это засранке имя. Шедевр Митча, месть Руби, Вилли-младший. Ты собрал ее, поэтому назовем ее в честь тебя. Вилли-младший. Похоже на твое имя. Элвин-младший. Я терпеть не мог свое имя. До сих пор. Вот ты и родился, Ви-Джей. Вилли-младшенький. Нашла. В общем, Клем, это наши официальные психологические заключения и отчеты о нашем поведении в Эриксоне. Хорошо. Не понимаю. Что ж, малец здесь написано, из-за чего нас вообще отправили в эту школу. И про то, как мы продолжали вести себя как придурки. Так, и в чем соль? Я решила, что раз уж мы тут решили стать смертниками, тебе стоит узнать, кто мы на самом деле. Я буду зачитывать отрывки из того, какими нас видели взрослые. А ты будешь угадывать, кто подходит под описание. Не, но я постараюсь читать про тех, кого ты знаешь. Начнем с этого. Слушайте, я всех имен не помню. Несмотря на свою высокую успеваемость, пропуск постоянно испытывает приступы гнева, неконтролируемые желания сквернословить, а также периодически вступает в стычки с членами преподавательского совета. А хрен его знает, кто это. Я по им... Слушайте, я там помню, что ли, по именам всех, ну пусть будет у... Это Марлон? Не хотелось бы говорить плохо об умнейших, но похоже на Марлона. Ага, наверное. Да, но нет, не он. Это дело Руби, охренеть, серьезно? Кайс, виновата. Когда наша дорога Руби только здесь появилась, дорогая, она оказалась такой милашкой. Она однажды гонял за учителем по домоводству вот с такой вилкой. Да ну, не может быть. Я уже исправилась, дурачок. А это она? Я прямо так все и представляю. Когда я только познакомилась с Руби, она была вся такая, вот зараза, мелкая. Я уже извинился. Ребят, хотите узнать что-нибудь еще? Чувак, нет, хроническая мастурбация. Про него? Чего? Вилли, говорю от лица всех собравшихся, никто никогда не хотел об этом знать. Что это значит? Не, не слово. Впрочем, может послушаем что-нибудь другое? Кажется, мне нравится всякая музыка. Послушаем классику. Ну, не знаю, много чего есть. Послушайте, согласна, хватит с нас этого. Поставьте что-нибудь из классики. А зачитывать не стоит. Я вот имен не помню всех. Ну, ребята, может вы помните все имена, играя всех-всех-всех этих персонажей? Я не помню. Если бы против имен какие-то изображения были, фейсы, тогда было бы понятно, как отвечать. Я так наугад все. Фигачешка. Не думала, что мы столько их потеряли. Помните того Джастина? И Терезу, и Джаспера, и ту девочку с цветными брекетами, и Джоуи, и Мэйдой, и Ламара. Мэйдой, и Ламар, и Эрин. Это у нее были брекеты. Алекс, Юи, Трей, Стефани. Блин, сколько же наших погибло? 34. Че это? Вайлетт. Прочитай про нее. Эм, давайте я расскажу лучше свою историю. В смысле, почему меня сюда отправили. Ну, раз уж ты просишь, она... Она не очень. Буду рад послушать. Буду рада послушать. Если только ты не против рассказать, поделиться. Короче, я рос в нереально богатой семье, родители давали мне всего, чего я хотел, стоило только попросить. Только один раз вышел облом. Я умолял отца оплатить мне уроки пения, говорил, что хочу стать настоящим музыкантом. А он говорил только, можно быть или богатым, или счастливым, всего и сразу быть не может. Теперь-то я понимаю, что это был дебильный отцовский урок, но как же я тогда его возненавидел. В общем, я решил преподать урок ему. Решил разрушить родительский брак, чтобы они конкретно так страдали. В общем, я стырил данные папаши на кредиток и начал покупать от его имени. Целый год развлекался. Мы были действительно богаты. За все это время он даже не заметил, что тратил бабки на любовницу, которую я выдумал. Зато я позаботился, чтобы о ней узнала мама, отправил ей все чайки из отелей, из ювелирных, отовсюду. Они ругались всю ночь. Он все отрицал, а она не верила. А я еще присел в уголки и старательно плакал для правдоподобности. Когда они окончательно собрались разводиться, я сказал правду. Так, я заявил, можно быть или богатым, или счастливым, всего и сразу быть не может. Знаешь, они могли бы и вечность прожить в счастливом браке, но мне вздумалось побыть злопамятным ублюдком. Через неделю я был здесь. Ты явно об этом сожалеешь. А может и нет, он выжил. Нам говорили, что мы плохие, Клэм. И они не врали. Все же никто из нас не заслужил быть брошенным в этой глуши тем, кто должен был помочь нам исправиться. Прости, это должно быть было весело. Наверное, я просто не умею нормально играть. Как ты, Луис. Не говори, не кори себя, ты сама сказала, что Клэм нужно знать, с кем она отправляется в бой. Слушайте, у меня есть идея. Помните, раньше, когда нам было страшно, Минни пела, чтобы мы не падали духом? Помню, помню, мы еще сочиняли вместе с ней песни. Может, ты мог бы сыграть для нас? Будь Вайлент здесь, она бы спела, но... Увы, я здесь нет. Да-да, Тен, с удовольствием. А я буду петь для вас тоже, ребята. От лица этого паренька. Давай, только ничего-нибудь такое не слезливое, а что-нибудь веселое. Ты же шутник у нас? Давай, свое. Своё родное. Это для тебя, Минни. О нет, будет что-нибудь романтичное. Никакого рэпа. Да-да-да-да-да-да. Без слов? Готовьтесь к завтрашнему дню. Не все выживут, это однозначно. Я в этом просто уверен. Может, даже и не выживет сама Клэм. Если это Клементина играет уже... Мы играем в последней серии, в финальном сезоне. А может, даже и AJ погибнет. Оба. А что мы гадаем на гуще? Давайте на кофейной, давайте посмотрим, поиграем. Узнаем, что же там будет впереди. Что же нас ждет? Без спойлеров, ребята. Что же вы сгрустнули, малыши? Рандаши. Да, на всех нахлынули воспоминания. Родные, близких, знакомых, кого они потеряли. И что еще с ними будет в будущем, неизвестно. Хоть бы часть правительства осталась бы и спасала людей. Или изучала этих зомби, как вернуть все обратно. Превратить весь мир... Хороший и добрый. Ну? Я принес тебе баночку зеленую. Ветер прям как у меня за окном. Но только у меня уже начался, ребята, снег идти. Представляете себе, вот весна такая. Так, мы вспоминаем, как Клементина была маленькой девочкой. К нам пришел Ли и что-то нам показывал. Рассказывал про карту, куда мы там едем. И стрель, и стрель для нас. Привет, Кроха. Ой, блин, круто. Ли? Вы посмотрите, это чудесное первый сезон. Обалденный. Почему я на поезд? Ты всегда выбираешь поезд? Не знаю, наверное, потому что здесь все началось. Место, где мы научили меня стрелять, стричься. Ты была способна ученицей. О чем думаешь? Я волнуюсь, Ли. От меня зависит куча народа, и я не знаю, правильно ли все делаю. О, мне это знакомо. Ты же знаешь, я импровизировал, да? Конечно, я не мог это открыто показывать. Тебе приходилось быстро принимать решения. Ведь весь мир захвачен монстрами, и тебе пришлось все бросить и заботиться о восьмилетней девочке. С тобой было непросто, но меня это не останавливало. Наоборот, давало сил двигаться дальше. Не расскажешь? Что стряслось? Я нашла новую группу. Столько их уже было раньше, и все разваливалось, но это какая-то... какая-то другая. Она мне нравится. Я почти как дома. Это хорошо. Одному бывает очень сложно. Но мы попали в беду. Плохие люди захватили моих людей в плен, и чтобы вернуть их, остальным приходится рисковать жизнями. Ты справишься. Что? Чтобы не случилось, ты справишься и вытащишь друзей из любой передряги. Откуда ты знаешь? Я чувствую, ты умеешь это делать. Клементина, которая, я помню, с этим справится. Я правда в это верю? Ну, я же до сих пор продержалась, правда? А как же? Не совсем, не всем так повезло, как тебе. Никогда не сдавайся, Клэм. Никогда. Представь только, как себя чувствует Вайлот, зная, что ты вернулась ее спасти. Ты вернула ей надежду. О, Кроха, ты же знаешь, что когда зреет что-то крупное, у тебя всегда так. Тебе просто страшно, и когда ты неслась напором в ранчо Маккарло, ты даже с этим справилась, да? Тогда было иначе. Тогда я была одна. В ранчо... Ну, теперь ты не одна, Клементина. И это отлично. Они сражаются вместе с тобой, и за тебя, и ради тебя. Возвращайся. Когда вытащишь их, ладно? В целости и сохранности. Как тебе такая идея? Потом о чем-нибудь и поговорим. В целости и сохранности. Мои друзья умеют сражаться. Мы справимся. Подумать только. Я, когда тебе стрик, просто следовал совету старого пьяницы, которого только встретил. Но у тебя... У тебя талант. Ты не даешь им погибнуть. Они следуют твоему примеру. Ты лидер, Клем. Прирожденный лидер. Спасибо, Ли. От разговоров с тобой мне всегда становится намного легче. Оу, оу, оу. Какой был разговор. Я вот что хотел спросить. Как там мальчик? Он молодец, Ли. Тебе бы он понравился. Не сомневаюсь. Уже она учила его стрелять? А то. И не только. Да уж, мир стал жестче. С тех пор, как я его покинул, неудивительно, что и дети в нем теперь жесткие. Ты оказалась на моем месте. Ты думаешь, справишься? Ребенка растить всегда сложно. Представляешь, как тебе приходится. Мне было проще. Мир только начинал меняться, а в твоем мире все уже изменилось. Эй Джей, молодчина ли? Я его научила быть сильным, храбрым и самостоятельным. Ты мог бы мной гордиться. В смысле, еще больше, чем сейчас? Сгрустнул я, конечно, по первому, по второму сезону. Вызывает эмоции. Ого, ты уже такая взрослая? Такая взрослая. Это ваша компания, надеюсь. Они не городские, сама знаешь. Я говорил тебе их избегать. Нет, они не городские. Я говорил о сейчас. О, она уже взрослая. Мы сейчас в старой школе, интернате в лесу, вдали от всех. Тут нет ни одного взрослого. Ни одного взрослого? Все нормально. Поверь мне. Тебе пора, Климентина. Ты нужна своим друзьям. Прощай, Олей. Аж до мурашек, ребята. Климентина, проснись. Нам пора. Нам далеко идти. На это был сон, но такой реалистичный. Ну, сейчас, как всегда, кишки возьмут, обмажутся. Бррррр. Мы взаправду это сделаем. Обматываться надо только тем. Теперь подождем, пока придет наш друг. Он здесь. Боже ты мой. Привет. Такое лицо у него. Ребята, это Джеймс. Он мой друг. Он зомби. Он что, как, как, как круто. Как добыть такую шкуру? О, я, ээээ... Климентина? Можно примерить? Сейчас это плохая идея. Ну, пожалуйста. Билли сосредоточится. Сейчас не время. Вопросы будем задавать потом. А, да, точно. Прости. Я сосредоточен. Оу, прости. Что я тут пытался тебя пристрелить? Маска у тебя, как настоящая. И модно, и эффективно. Дайте две. Смешно. Это тот парень, которого Клем бы того? Вздорючила? Ага. Климентина, можно тебе на минутку? Нужно поговорить с глаз на глаз. Хорошая идея. Вздорючила. Не расслабляйтесь. Эй, эээ, Тен, подойди, дружище. Я тебе кое-что скажу. Вздорючила это, когда карту тянуло, и там были вопросы. Ходячие скоро будут здесь. Когда они подойдут через заросли, идите за ними. Они пойдут к воде на шум с лодки. Тогда мы проберемся на борт и спасем друзей. Твои друзья, они другие. Открытые, понимающие. Как ты. Обычно я произношу другое... Произвожу другое первое впечатление. Извини, я, наверное, просто обрежу. Очень теплый прием. Может, все дело в маске из кожи. Или в жутком шепоте. Ты, наверное, права. Не лучший способ знакомства. Но они смотрели сквозь все это. Не многие на это способны? Хочет тебе кое-что показать. Это мой бойфренд, Чарли. Мы стали шепчущими вместе. Но это изменило его. Безвозвратно. Мы оба изменились. То есть, это была гейская пара. Гей-пара. Зачем ее сюда впихнули, не знаю, конечно. О чем ты? Шепчущие были мне семьей с раннего детства. За это время я видел много смертей и страданий. В конце концов, я сам стал их причиной. Считалось, что слабость отравляет. И я в это верил. Всей душой. Дошло до того, что когда другой паренек посочувствовал врагу перед атакой. Я перерезал ему горло. Я не разговаривал с ним. Не думал о том, кем он был. Что чувствовал. Я честно говорю, я имени его не помню. О чем ты, Джеймс? Когда он умер, в моей голове продолжали звучать слова. Они как мы, но идут другим путем. После этого я перестал убивать. Я изменился. А вот большинство остальных нет. Когда Эйджей сказал, что кого-то убил, я вспомнил. Вспомнил себя. Он так говорил, будто это был правильный поступок. Вот так отнять жизнь в юном возрасте, а тебе при этом что-то, при этом что-то в тебе ломается. В Чарли после этого что-то сломалось. Я просто боюсь, что если Эйджей еще кого-нибудь убьет, дороги наши разойдутся. Он уже не будет прежним. Давайте мы здесь промолчим. Когда в твоих руках чья-то жизнь, уверен, это нелегко. Прошу только об одном. Подумай о моих словах. Они рядом, скоро их будет достаточно, чтобы закрыть нас. Я проведу вас сквозь стадо до лодки, но дальше я не пойду. Оттуда вы сами по себе. Спасибо. Совсем другое лицо. Позаботься об Эйджее. Он готов. Годячие приближаются. Руби, лошади на тебе. Вилли, Тен, на вас припасы. А я займусь бомбой. Найдите котел, там внизу будет дверца, за которой зола. Вот туда и кладите. Увидимся. На той стороне. Я вас скрою. Скрою? Что это за произношение? Скрою. Луис рассказал мне про Мини, что Софи умерла, а Мини переметнулась к ним. Если увидишь ее, скажи ей. Скажи, что я ее прощаю. Пожалуйста. Я бы сам сказал, но лишь бы она... Она была в порядке. Да, хорошо. Если мы ее встретим, я все передам. Спасибо. Хватит слезы пускать и сопли, нужно приступать уже к действиям. Это мне не снится. Да, это не сон. От нас зависит много жизни. От меня зависит. Ты на меня рассчитываешь. Вдруг с тобой что-нибудь случится, Кэм? Что, если я не смогу? Я даже не знаю и... Молчим просто. Потрындеть решил перед боем? Хорош трындеть. Приступаем к действию. Мы же спецназ! Ладно, я попробую. Но что, если нас всех поймают? Я к этому... Я, короче, я всегда лажаю. Ладно, Луис, хватит, соберись. Соберись в тряпке. Э, вперед! Дай мне пощечин, а? А то меня что-то заклинило. Дать пощечин сюда? Запросто. На тебе! Соберись, Луис. Еще раз. Вроде... Вроде помогло. Могу еще. Уверен? У меня еще есть запасная в кармашке. Пощетина. Ладно, все, я в порядке. Клянусь, клонюсь. Клянусь, кланусь. Кланяйся в ноги. Готово. Фу. Мы же не будем делать то, о чем я думаю. Да, какашками. Не об этом, случайно, ты думаешь? Боже мой, мы... Это поможет нам смешаться с ходячими. То есть, она что говорит? Ходячие такие же какашки? Использовать кишки. Запросто. Мазюкайся. Главное, не кушай это. Да, фу, как противно. Ой, какие они цветные стали. Вот. Кажется, готово. Нет, не готов. Лицо теперь. Спину, лицо. Обнимашки. Целовашки. Фу. Фу, держи. Знаешь, кровь ходячих, потом фиг отстираешь. С тебя новая одежда. Одерка. Пойдем. Пойдем. Мы как минимум от них отличаемся яркой окраской. Отлично. Следуй за мной. Поехали. Давайте. Ходячие. Доберитесь до причала. Ага. Нокии будем прятаться за ходячими. Держитесь позади ходячих. Используйте их как щиты. Слушайте, нам надо просто от света отходить. Ясно. Будем от света. Держи. Таки шагов. Держи. Уважайся как щиты. Так, все, мы близко Мы прошли периметр Черт, лошади Эй, бегите, тушите пожар Избавьтесь от этих гребанных ходячих Давай, Вилли Припасы за бортом Мать ваша, кто-нибудь быстро узнаете, что там творится Будьте начеку На нас напали Отлично, вот это наш шанс Выходить на открытое место опасно Придется ползти вдоль края пристани Заодно и помоемся Кишки смываются За мной, сюда Ой, ходящие даже под водой идут Класс Они просто как роботы Это круто Так, опять дрочкой начинаем заниматься Да, ты в порядке? Жить буду, я хорошо I'm fine, я в порядке Недословный период, конечно Держитесь плотнее Не высовывать А с каких пор уже зомби начали Лезть по лестнице Они же не такие умные были Очень странно Так, побежали Давайте, скорее Готов, Айджей? Ходячие близко Да, ёб твою мать Дрочка, дрочка, дрочка Убийца По ноге, по ноге Бей Да нахер Нас, короче, здесь укусили Не, не сдавайся, не сдавайся Малышка Фу Слушай, даже в голову не попали Не могли попасть Мы уже близко Найдем котел Заложим бомбу А потом Вызволим наших парней Мини сказала, что пленников держат Где-то там наверху Берегитесь охранников Не шумите, хорошо? Да, отлично Я разведаю, что впереди И дам сигнал Так если шуметь нельзя Какой ты сигнал еще дашь? Ё-моё Так, заложить бомбу в бойлер Оружия у нас уже нету Я не вижу Бегать можем? Можем А сейчас вилы возьмем Хо-хо-хо-хо Давайте в вилле Возьми вилы Почему я не могу Взять вилы? Налево-направо Пойду-ка я налево Ай, закрыто Окей, идем за мужиком Он куда пошел, мужик Написали Fuck you, raider Rail riders Прячемся Эй, кто там? Никого нет? Здесь никого нет? Никого нет Сейчас будем с ним драться Угу Я тебя видел Давай по ноге По ноге А потом Сбить с ног И убить Е-кью А, надо было сразу Можно было сразу убить Я думал сбить с ног А потом убить Черт, а здесь только одно действие Выбиралось Эй, гляди Это котел Похоже на котел Да, похоже Нам нужно заложить У него бомбу Возле него Так Где мы заложим? Поищем Поищем другой путь к нему, что ли? Че-че-че-че Залаживайте бомбу здесь Все, в этом помещении И все Что там? Умела читься Все равно взрыв будет, наверное, мега большой Мы эту женщину уже убивали В доме Она опять Ну, это копипаст было Скопировали образ И опять стали Вот, нам показывает Видите, куда идти? Желтая линия Идите сюда Что же нам дальше делать? Ждите здесь Я разберусь Сразу в голову Хы, в шею И совсем не в ногу Хотя, можно было побаловаться в ногу Потом добить Но мы не такие Злые Блин, такой большой котел Нет, не кидай туда Ты что? Ё-моё Она сразу взорвется У вас не будет времени Реально Это глупо Я думал, там какой-то таймер У них хоть Хоть какой-то таймер стоит Ёб твою мать Не подведи папку Вилли-младший Мы все любим И поддерживаем тебя Когда они растопят котел У нас будет совсем Немного времени до взрыва Сколько? Не знаю точно Час, полчаса Видимо, нам лучше поспешить Растопят котел Он и так растоплен Там светился огонь Найдите своих друзей Все, нам показывают На лестницу идти А если на лестницу не идти А взять оружие Дайте мне какое-то оружие Серьезно Нет? Ну ладно Минерва Минерва, соберись Да, мэм У меня есть братик маленький Лицо со шрамом Он... Он ведь не там? Мы уже обсуждали это Твой дом теперь в Дельте Твоя семья там Твоя семья там Да, мэм Незаметно для нее Нам туда не пробраться Ну, значит, решимся с ней разобраться Убирайся отсюда Только вместе Со своими Ей-богу Если из нас Из-за вас Стэн угодил В это Скажи, скажи Только, что он в порядке Очень прошу Он спросил Передать, что прощает тебя Блин Я помогу вам всех вывести Потом Берите Тэна и сваливайте Отведите его в безопасное место Скорее Нужно торопиться Клементина Твою мать Господи Вы там как? Живые? Кажется, он в порядке Я-я-я в порядке Мы в норме Иди сначала к Вайлот Пусть знает, что ты здесь Помоги им Я топру Другую дверь Времени мало Дориан Скоро вернется Луис Поможешь? Да, конечно Может, она уже в зомби превратилась У меня такое чувство, что она уже Вайлот? Вайлот? Какого черта, Мини? Заходите в камеру Быстро Я убью тебя, Луис Не испытывай меня Пожалуйста, Мини Живо Бляха Слушайте Нас подставили Вот сука Ви? Что случилось? Ты в порядке? Вайлот, скажи что-нибудь Мы пришли забрать тебя домой Я искала тебя Когда меня схватили Видела, когда ты дала Далай Забрать меня Предлагаешь Все забыть? Что с тобой, Ви? Пошли, нам нужно убираться отсюда К черту Нет, Клэм С меня хватит Все это Лютая хрень Здесь у меня Хотя бы есть Мини Ты про эту предательницу? Не говори так, будто знаешь ее Она пыталась бежать Вместе с Софи Они сказали, что если я буду Сопротивляться То они убьют Мини Или кого-то из нас Из-за тебя мы только и делаем Что терпим боль И погибаем Я тебя остановлю И не думай, что я этого не смогу Хорошо Оставайся здесь Но всем остальным Всех остальных я отведу домой Если только ты на это решишься Я тебе это не дам Делай, если хочешь Но меня в это все не втягивай Так, спаситесь Если через два дня Они должны были отплывать Может сейчас будут Остапливать котел И будет взрыв Взглянуть на царапины Взглянуть на лист железа Ну давайте уже осмотримся Если уже предлагают Так долго мы тут не задержимся Что еще есть Интересного Окей Кажется тут есть зазор Но моя рука туда не пролезет Я сама туда не пролезу Как умно Ох, как умно, да Ох, еб твою мать Кажется тут решетка Но она кажется металлическая Клэм, ты в порядке? Я в порядке Где Эйджей? Сюда Слава богу Све все в порядке? Она сказала, что не будет нам помогать Какого хрена? Ты серьезно? Но мы пока не уходим Так что у нас еще есть время Наверное Так, что мы еще сможем осмотреть? Взглянуть О, на щеколду, да Слушайте, что-то опустить твою веревочку и поднять вверх Можем? Есть какая-то веревочка Тут можно расковырять Вот только нечем Разве что Черт, нож-то у меня забрали Эйджей Эйджей Нож все еще у тебя? Да, они только большое нашли Отлично Столкни его ко мне О да Ножик здесь Но продолжать выбираться уже будем в следующей серии вместе с вами Так что не забудьте про лайкос И увидимся в следующей серии Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok